Надежда Яйцук Доброе спасибо, что согласились с нами поговорить и рассказать об этой замечательной стране, тем более, что сейчас самое время поговорить о Египте, правильно? Да, это действительно самое время. Добрый день, уважаемые туристы, путешественники. Рада приветствовать вас от лица компании Тестор. Египет действительно самое популярное направление, одно из самых популярных круглогодичных направлений, поэтому я думаю, что сентябрь это именно тот месяц, когда пришло время поговорить об этой уникальной стране, богатой своей экскурсионной программой, богатой своим подводным миром, морем, которое теплое у нас круглый год. И начнем мы с одного из самых популярных курортов, это Шарм-аль-Шейх. Само собой, начинаем с молодежи, да? Да. И, конечно же, о нашей полетной программе. Летаем мы на Шарм-аль-Шейх из Киева и из Днепропетровска. Из Киева у нас полеты по вторникам, четвергам и воскресеньям. Мы сейчас увеличили свою чартерную программу. Из Днепропетровска будем летать по средам-субботам, но это до конца октября и уже непосредственно в зимний сезон. Будем летать один раз в неделю по воскресеньям. И, конечно, хотелось бы вспомнить о географическом положении этой страны, почему Египет является круглогодичным направлением. 365 дней в году у нас светит солнце. Это страна двух материков, северо-восток Африки и Синайский полуостров, где именно расположен наш Шарм-аль-Шейх. Шарм-аль-Шейх омывается водами Красного моря, температура которого не опускается ниже 20 градусов. Поэтому Красное море обладает богатейшим коралловым рифом и очень красивым подводным миром. Я думаю, что это рай для любителей дайвинга, поэтому все, кто увлекается, пожалуйста, туда. Ну и мы помним о том, что в Шарм-аль-Шейхе молодые рифы, их уже не рубили, потому что курорт попозже образовался. Они уже под защитой ЮНЕСКО. И вот эта вся красота, она вся живая, не вырубленная, не тронутая. Ее берегут, холят и лелеют. Часто задают вопрос о том, вырубленный ли коралловый риф для детей в ход. Вот мы говорим, что коралловый риф не вырубает, очень четко и точно контролирует власти Египта. Да, ну опять-таки, именно поэтому в том числе это молодежное направление, потому что дети и старики все-таки реже ныряют, реже плавают с аквалангами. Ну кому здоровье они позволяют, кому просто возраст. Не только поэтому Шарм-аль-Шейх молодежный, правильно? Не только поэтому, потому что это молодой развивающийся курорт, там очень много дискотек, европеизированный курорт, там где отдыхает в основном молодежь. Ну и конечно же, вот хотела бы сказать, добавить по поводу дайвинга и погружений. Хоть у нас и не привыкли наши пожилые люди, да, пенсионеры погружаться, но то, что мы видим в Шарм-аль-Шейхе, очень много людей, которые уже отдыхают на пенсии, они погружаются. Поэтому я думаю, что стоит и нам развиваться в этом направлении, путешествовать и увлекаться тоже дайвингом для всех абсолютно поколений. От маленьких детей до самых взрослых. К сожалению, нашим пенсионерам нужно было на это обращать внимание еще в молодости. А вот с детей, да, детей еще не поздно. Да, дети могут погружаться. Ну и хотелось бы, конечно же, сказать, почему Египет, почему мы из года в год выбираем это направление, путешествуем каждый сезон, кто-то часто путешествует и летом. Штамп, это быстрый перелет, 3 часа 30 минут, 3 часа 50 минут, в зависимости от воздушного коридора, конечно же. Виза по прилету. Также, так как мы сейчас говорим о Шарм-аль-Шейхе, я думаю, что многие слышали о таком понятии, как Синайский штамп. Да. Это бесплатное прохождение, то есть визу марку вы не покупаете, вам просто ставят штамп по прилету. Но здесь нужно, конечно же, учитывать тот факт, что путешествовать далеко с Синайским штампом вы не можете. То есть за пределы Шарм-аль-Шейха выезжать нельзя. Только в пределах Синайского полуострова. Ну и не только, то есть нельзя выезжать, например, тоже в Новой-Бутабу, потому что если все-таки проверят паспорта, их могут не проверять, тогда можно. Если проверят паспорта... Но это же на страх и риск. Да, это на страх и риск. Многие рискуют, но это уже на усмотрение каждого туриста. И нельзя еще также посещать заповедник Рас-Мухаммед, потому что там тоже проезжает Слайба. Но дело в том, что даже со Синайским штампом там можно найти что делать, не выезжая. Конечно. Конечно. Обратно вернемся к нашим дискотекам, к другой богатой экскурсионной программе. Ну и все-таки продолжим. Почему Египет? Сухой климат. Даже летом, когда температура 38 градусов может быть. Климат очень комфортный. То есть сухо, нет влаги. И отдыхать хорошо, дышится легко. И даже с самыми маленькими детками. Уникальный подводный мир, о котором я уже несколько раз повторила. Не будем детально останавливаться. Все мы об этом знаем, но все равно будем повторять постоянно об этом. Разнообразие отельной базы. Это от самых скромных троек до роскошных пятерок, мировых сетей, цепочек отелей, известных нам, о которых мы тоже будем говорить сегодня. Ну и система питания all-inclusive, к которой мы очень сильно привыкли, к которой любят наши туристы. Нам это комфортно, легко, когда мы путешествуем, особенно с детьми. Ну и, конечно, когда папа тоже хочет отдохнуть, это тоже очень выгодно и нехорошо. Я как раз не сторонник этой системы, поэтому, пожалуйста, да, да. Ну в Египте и в Турции это актуально. Действительно, наши туристы привыкшие и приученные к Египту и Турции. Они даже в Европе как безулына. Ну ладно, сейчас не о Европе, а о Египте, давайте. И, конечно же, уникальные экскурсионные программы. Это богатая экскурсионная программа, разнообразие экскурсий, начиная от морских экскурсий и заканчивая, конечно же, историческими. Это пирамиды, луксор, ну и даже Иерусалим. Часто наши туристы путешествуют в Шар-Мальшей, чтобы посетить Иерусалим, потому что это очень выгодно и, можно сказать, недорого. Где-то в районе 180 долларов на один день посещения Иерусалима. И также хочу сказать, что всегда существуют акции при бронировании, например, трех экскурсий, делают скидку, а в основном, конечно же, такие экскурсии есть с большими семьями, да. А вот один вряд ли поедешь, бронируешь обычно еще какие-то дополнительные экскурсии, поэтому скидки бывают, существуют. И мы просим всегда приходить наших туристов на инфо-встречи с гидами. У них очень много актуальных, хороших и таких вот приятных предложений для наших туристов. Да, понятно. Опять-таки, я все время, вот когда мы говорим о Египте, чаще всего мы из самого побережья не удаляемся. А если говорить об экскурсионке, то оказывается, она оттуда тоже достаточно богатая и познавательная. Сегодня просто говорили уже об Израиле один раз, можно лететь в Израиль, а можно лететь в Шарм-эль-Шейх и съездить в Иерусалим. Так что вот, дополнительно, проблемы выбора все больше и больше и больше. Да, можно действительно посещать и плавать в красивом море, и также сидеть на экскурсии. Ну да, в Шарм-эль-Шейхе, ну то, что точно всем известно, мне кажется, уже давно, не первый день, даже тем, кто еще в Египте ни разу не был, я, допустим, не езжу в Египет. А мы не были? Нет, не принципиально, но да, Египет для меня девственная страна, по-прежнему остается. Я вот так как-то... Но это не значит, что я никогда не поеду, но я все время стараюсь оттянуть этот момент почему-то. Так складывается, потому что не отдыхать, а ездим-то все время в работе, а отдыхать как-то нет. Вот, я хочу как раз отдохнуть попробовать когда-нибудь, если когда-нибудь начну отдыхать. Сейчас не обо мне, а о рифах и кораллах. Ладно, мы, допустим, не будем сильно много об этом говорить, но все-таки вот экскурсии на яхтах, экскурсии на катерах, именно для того, чтобы понырять. Как много это требует от самого туриста? Ну, помимо того, чтобы заказать экскурсию, что нужно? Какие-то справки, какие-то... Какие моменты нужно учитывать туристу заранее? Нет, абсолютно ничего не нужно. Единственное, нужно понимать свое состояние здоровья, да, то есть мы все следим за ним. И понимать, если у вас все-таки повышенное давление, нестабильное, то нужно отдавать отчет о том, что все-таки перепад давления, он есть, существует. Поэтому вы сами должны знать, как вам правильнее поступить. Лучше просто погружаться. Да, поплавать по поверхности с масочкой. Либо заниматься дёрфлингом вообще безопасно, то есть перепадов давления там такого нет, как при погружении. Поэтому вот эти моменты нужно соблюдать. А так, в принципе, нужно иметь только большое, огромное желание. И все, и денежку. И все, да. А в Египте работают профессионалы, которые работают с туристами, и погружаться можно очень легко и очень быстро научиться. А сертификат дайвера тоже можно там как-то потихоньку... Да, да, обязательно получают сертификат дайвера. Там первое погружение, это первые уроки, да, это два погружения. Сначала учат в бассейне, потом погружаются два раза уже в открытом море. Ну и очень много различных там ступеней, это уже как бы после первого сертификата. Ну там, да, и вперед до самого Макаревича, да. Но вы знаете, редко кто останавливается на два погружения. А, это как с прыжками с парашютом, то же самое практически. Остановиться уже потом невозможно, если тебя за уши не оттащат. Да. Да. Хорошо, едем дальше. Я знаю, что у вас много информации, поэтому я так вольготно себя чувствую. Даже вопрос не задавать. Да, ну и хотелось бы, конечно же, сказать, почему в Египет и почему с компанией Тестур. Это собственная чартерная программа, которая у нас существует. Собственные принимающие офисы компании Тестур. Для компании Тестур очень важно придерживаться стандартов приема, к которым привыкли наши туристы. Все вы знаете о желтых рубашках и футболках, которые ходят по всему миру, по всем нашим направлениям. Ну и Египет, естественно, является не исключением. Это офис, который работает у нас уже давно, профессионалы, законодатели всего. То есть таких новинок, например, перескочу, уже русскоговорящие представители, все вы знаете, у нас есть. Перескочу сразу к такой вот особенности наших автобусов, как Wi-Fi. Очень удобно в поездках в Каир, например, когда вам нечем себя занять, может быть не спиться, в автобусе есть Wi-Fi. То есть как бы мы уже без Wi-Fi никуда. Вот это у нас присутствует уже много лет в автобусах. Это совершенно система взаимодействия с отелями. 35% отелей на мгновенном подтверждении. Поэтому, когда вы сидите, например, в агентстве, покупаете какой-то тур, допивая чашку кофе, вы уже можете получить подтверждение отеля и уйти спокойно, зная, что вы уже можете собирать чемоданы. Ну в этом смысле вы молодцы. Я не знаю, стоило об этом говорить сейчас. Ах, нет, я все время, я даже сам забыл. Кто-то же может смотреть первый раз. Да. Ну ладно. Кто-то, может, не знаком, хотя я сомневаюсь. Ничего. И, собственно, экскурсионная программа. То есть мы не бронируем экскурсии у партнеров. Мы организуем экскурсии самостоятельно. То есть это проводят наши гиды, русскоговорящие гиды. Свой набор гидов. Да, свой. Гид – это вечный краеугольный камень в любой стране. Гид гиду рознь. Бывают гиды. Но мне, допустим, совершенно не нравятся и не впечатляют гиды, которые похожи на страничку в Википедии. И они, собственно, дальше этой страничке ничего не говорят. А я и сам могу это прочитать благополучно и чаще знаю даже больше. Ну, неинтересно слушать такого гида. А вот человек, который начинает трейдить байки, который располагает к себе, который там что-то вспомнил, что-то там напел. И, в общем, просто еще с тобой общается, помимо того, что он лектор такой. Вот эти гиды, они, как правило, пользуются популярностью, они всегда на расхват. Ну, вы знаете, у нас как раз такие гиды есть. Вообще, египтяне, мужчины, харизматичные. Шутки у них это, наверное, в первую очередь. То есть веселое настроение. Не забываем, 365 дней в году светит солнце, витамин D играет свою роль. То есть они всегда в хорошем настроении. Что бы ни случилось, какие бы там проблемы ни были, они всегда шутят и всегда рассказывают, действительно, очень интересно. Это профессиональные гиды. Они проходят аттестацию, обучение. Мы их тоже адаптируем под наших туристов, под наш менталитет. Поэтому я думаю, что вы с ними знакомы, и мне даже не стоит очень детально останавливаться на наших сотрудниках. Ну и поговорим, конечно же, о Шар-Мальшейхе. Отели мировых цепочек представлены в этом курорте. Мы уже сказали, что Шар-Мальшейх – это молодой развивающийся курорт. Поэтому будем и говорить о таких отелях, как Хаят, например, и о многих других. Самый активный курорт Египта, много дискотек, центр на Амабейсе у нас, ну, куда мы, в принципе, организовываем экскурсии, такие на дискотеку, является вот очень важным, мне кажется, еще для туристов – это безопасность. Ну, наверное, это в первую очередь, куда бы мы ехали. В первых редактах. Может быть, не в первую, во вторую, в третью, но это всегда важно. И, может быть, в принципе, да, в жизни мы всегда стараемся найти там приют себе, где безопасно, точно так же в выборе и отдыха, и работы. Вот. Поэтому, как бы, для нас очень важно, чтобы все экскурсии, шоппинги и дискотеки, они сопровождались нашими представителями, чтобы это организовывалось на нашем автобусе. Я так далеко зашла. По поводу дискотек. То есть, одно дело, когда вы выходите с отеля, берете такси, едите на дискотеку, другое дело, когда эта дискотека организована компанией «Тестур», предоставляется автобус, посещение дискотеки где-то в районе 10, максимум 15 долларов, и еще входит в бесплатный коктейль. Вот, поэтому… Ну, допустим, на дискотеку это хорошо, а обратно, каждый же в свое время хочет уйти. Обратно из дискотеки тоже есть, организовывается трансфер, естественно, в какое-то определенное время, а потом, кто решил остаться подольше, конечно, придется возвращаться на такси. Ну, то есть, да, если хотите к какому-то времени, если вы успеваете, если вы действительно на экскурсию на дискотеку, я не представляю, что такое экскурсия на дискотеку. А если вы решили потусить, то да, обратный трансфер вам не то, что не понадобится, вообще хорошо, если гостиницу найдете. Не то, что автобус. На то же время не забываем, что Египет является мусульманской страной, безопасной, действительно, не нужно пугаться, там такси, во-первых, недорого, а во-вторых, это действительно безопасная страна. Все люди, которые работают там в обслуживающем персонале, таксисты, все абсолютно, кто работает в Шарм-эль-Шейхе, есть еще такое понятие, как у египтян получить разрешение на работу на Синайском полуострове. Их очень четко проверяет полиция, и у них отсутствует такое понятие, как воровство, и о другом я даже просто не говорю. Поэтому тоже хотелось бы рассеять, развеять этот миф о том, что там как-то опасно. Да, может быть, они разговорчивые, может быть, они могут что-то сказать на улице, но больше, чем сказать, они ничего не сделают. Поэтому тут безопасно. Нет, ну а скандальности самих египтян тоже в этом ходят легенды. Но вот дальше скандальности не заходят. Ну, вы знаете, вот по поводу скандальности это присутствует только на улицах у торговцев, которые там, например, как-то им не понравилось, когда с ними торговались. Но они опять-таки, они не скандалят, они так разговаривают. Ну да, они шумные получают. Они очень шумные, да. Я очень люблю Египет. Это понятно. Если вы специалист в Египте, то вы его любите. Мой первый паспорт я изъездила, вот не было еще синайского штампа, я изъездила все визами, делала другой паспорт, потому что у меня весь паспорт был уклеен. Весь в Египте. Да, был весь в Египте. Я действительно очень люблю эту страну. И я хочу сказать, что поначалу я, конечно, пугалась. Они очень громко разговаривают. Я думала, что они ругаются. На самом деле, они так общаются и дома. Вот так вот эмоционально. 365 дней. Здравствуй, дорогая. Я пришел домой. Что есть, покушай, да? Вот поэтому дружелюбный народ, который ждет, встречает. Вы знаете, в Египте был не так давно кризис. Сейчас они восстанавливаются. Стабильность. Но к пирамидам, говорят, по-прежнему не рекомендуют. Или как у вас информация такая? Нет, уже возобновили программу. Полностью едем в Каир, поэтому без проблем сейчас путешествуем. Уже начали, да? Хотя, да, хотя были. Был такой нюанс. Не ездили, летали на самолете. Вот, например, Шарм-эль-Шейхе летали на самолете. Сейчас уже ездим на автобусе. То есть, там действительно безопасно и все контролируется. Хорошо. Поэтому бояться не стоит. В Шарм-эль-Шейхе все где-то в полтора-два раза дороже, нежели на курорте, например, Хургада, о котором мы будем говорить немножко позже. Но стоит не забывать о том, что все-таки это более европеизированный курорт, и мы за это немножко должны больше заплатить. Поэтому, ну, на сувениры, опять-таки, если говорить о масштабах, если там он стоил полтора доллара, а будет стоить два доллара, это уже не такая большая принципиальная разница. Ну, если нужно привезти вам 48 сувениров, то это, конечно, уже выльется. Ну да. И учитывая наш курс доллара... Да, так что вот еще об этом не надо забывать. Экскурсионная программа из Шарм-эль-Шейха, как и из Хургада, о котором мы будем говорить, проводится практически идентичная экскурсионная программа. Мы будем говорить о ней детально, немножко попозже. Вот буквально там следующий слайд. И Шарм-эль-Шейх для активного молодежного отдыха, для парного отдыха, и для взыскательных туристов. То есть стоит рекомендовать этот курорт. Да, там есть очень хорошие... Ну, об отелях мы тоже договорились чуть позже. Да. Я в нетерпении. Ну, а теперь к нашим экскурсиям обратимся. Очень много разнообразных экскурсий. Я их немножко вот так вот поделила. Вкратце расскажу о самых популярных. Исторические экскурсии — это Каир, посещение пирамид Гиза. Сейчас, пока музей не посещаем, потому что были там вопросы, когда была революция, немножко разрушили, увезли, разграбили — неизвестно. Надеюсь, что все в целости и сохранности. Когда-то это вернется в Каирский музей, потому что это на достоянии человечества. Также есть экскурсия «Луксор». Сфинкс на реконструкции. Еще месяц будет, да. Так что обидно тем, кто вот сейчас полетит в «Луксор», ну, не заказывайте, сфинкса не посмотрите. Он меняет освещение, меняет ему шею и грудь там реконструируют. Я просто недавно новости читал и озвучивал, поэтому я, знаете, не нужно быть в Египте, чтобы об этом знать. Ну, сфинкс постоянно прихорашивается. Он по шею в песке. Каждые несколько лет его действительно вот так масштабно закрывают. Сейчас к нему вообще не подпускают, получается. Ну, вы знаете, радует то, что занимаются этим. Египтяне очень бережно относятся, потому что это действительно достояние не только Египта, а всего мира. Поэтому мне очень нравится, как они именно за этим следят. И также очень интересная экскурсия «Тавердания Петра». Есть на самолете, но она организуется, конечно, редко, потому что мы смотрим, как набирается группа. А так в основном это паром-катер. Поэтому можно съездить, как вы видите, посетить и Иорданию Петру, и Иерусалим, то есть Каир. Абсолютно вот такие разнообразные исторические экскурсии. Паломнические экскурсии вот сюда я отнесла именно Иерусалим. Это гора Моисея. Гора Моисея – это уникальная экскурсия. Нужно к ней хорошо подготовиться. Ну, я думаю, что морально быть готовым и готовым подниматься на высоту. Тоже для людей, которые страдают перепадами давления, гипертоники, я не рекомендую. Хотя есть люди, которые поднимают сюда, говорят, что спуск именно с горы Моисея – это самое незабываемое. Потому что настолько тяжело подниматься. вроде бы как есть и люди, которые занимаются спортом, которые катаются на лыжах, которые занимаются трекингом, но которые поднимаются именно на гору Моисея, говорят, что там или из-за давления, или ты себя так настраиваешь, или это действительно очищение. То есть это очень тяжело. Но вы проходите этот путь, а потом, когда спускаетесь, говорят такое ощущение, что как будто бы на крыльях спускаешься. Я еще не готова, но хотелось бы тоже посетить обязательно. И когда будете подниматься на гору Моисея, все-таки, если вы уже решились, верблюдов не берите. Нужно очиститься полностью. Случше самим. Да, и вы знаете, там такие тропы, они же не так вот обустроены, как иногда встречаешь в Европе. Там пешеходные эти маршруты. Они здесь не обустроены, они тяжелые, сложные. То есть вот как было, так вроде как осталось. Да, и нужно быть очень внимательным, смотреть под ноги, потому что там есть такие, как небольшие обрывы. Но в то же время там никогда не случаются каких-то несчастных случаев. То есть все-таки Бог помогает. Святое место, да. Я сразу, пока начали про гору Моисея, вспомнил исторический анекдот, но я думаю, верующие люди тоже нормально к этому относятся. Когда Моисей все-таки спустился с горы, со скрижалями, и объявил народу. Но две новости, хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что заповеди всего 10. Устал удалось договориться. А плохая состоит в том, что не прелюбодействие осталось. Да, я думаю. Ну вот, на гору Моисея надо сходить. Надо, особенно если вы восприняли сейчас немножко вот этот анекдот, то вам тем более нужно сходить. Нет, я думаю, что даже верующие люди понимают юмор. Хорошо. Всем верующие. И есть также вот монастырь Святой Екатерины. Он есть как и с посещением горы Моисея, так же и отдельно монастырь Святой Екатерины, который тоже можно посещать. Какие есть заповедники? У нас их очень много. Такие, как Абу Галум. Это посещение голубой дыры в Дахабе. К раз на фотографии вы можете видеть эту картину. Для любителей дайвинга. Я думаю, что это не будет новостью, если я скажу, что это одно из первых мест, которые стоит посетить. Культовые дайвинские места. И были там случаи, конечно, если вы не профессионалы, нужно обязательно погружаться с инструктором. Потому что случались, ну как бы не будем скрывать, были случаи, когда люди там просто терялись. В этих пещерах. Поэтому нужно быть очень осторожными. Или же, конечно, быть профессионалами. Очень хорошо готовиться именно к этому погружению. Также есть Цветной каньон. И Рас-Мухаммед. Это также заповедник, заповедная зона. И не забываем, что если вы все-таки поставили себе по прилету Синайский штамп, тогда Рас-Мухаммед мы не можем посещать. Это такое уточнение. Морские экскурсии. Самое популярное это остров Тиран. Также коралловый риф, прогулка на яхте, снёрклинг. Это может быть также погружение. Разноцветные рыбки. Да, рыбки. Это прелесть. Ну, такое, стать частью аквариума. Маска, пласты. Кислородная подушка. Да. И также есть дайвинг с катера. Это для новичков. И вечерние круизы по морю. Очень красивые закаты в Египте. Там, наверное, самое красивое солнце и самая красивая луна. Развлекательные экскурсии. Как ты так говорит про свою страну? Вы знаете, я также являюсь и менеджером, который курирует направление Испания. Поэтому я про каждую свою страну так говорю. Я думал, сейчас будет о Греции, потому что я так уже... Ну, потому что греческие закаты и рассветы. Ну, я же говорю, каждый про свою страну. Поэтому у меня много стран, о которых я так скажу. Окей. Дельфинарии, аквапарк. Это то, что развлечение для наших детей, с которыми мы путешествуем, которые это любят. Шоу «Тысяча и одна ночь». Это восточное шоу. Танцы с юбками мужчин. Мужчины, которые танцуют с юбкой, это очень зрелищно, экзотично. Поэтому стоит уже посетить. Просто вечерняя прогулка. И дискотека, которую мы уже тоже не один раз повторяли. Это называется «Night Life». Как бы сама по себе экскурсия. На самом деле это может быть либо Будда-бар, либо Хард-рок. Дискотека, на которой мы организовываем экскурсии. И мотосафари. Это баги, мотосафари. Различная у нас есть интерпретация этих экскурсий. Можно кататься и просто на баги, можно на мото. Это по окрестностям или куда-то ждали? В пустыне. В пустыне, да? В пустыне, да. Поэтому вариаций очень много. У нас на сайте есть сеть экскурсий. А в пустыне хочешь налево, хочешь направо? Да. Но все равно нужно быть осторожными. Наши гиды очень сильно за этим сидят, чтобы они не выбивались из толпы, потому что можно там где-то перевернуться. Потеряться, да. Небольшие барханы есть. Поэтому нужно быть очень осторожными. Хорошо, друзья мои. Ну вот это экскурсионная программа. И только на ее перечисление, не углубляясь ни во что, ушло, посмотрите, сколько времени. Ага. Есть что посмотреть в Египте? Есть куда поездить? То есть не просто обычный наш любимый all-in. Кстати, мы и Турции, и Касаясь сегодня, тоже об этом говорили. Там тоже много всего можно смотреть. Египет не исключение. Не нужно только есть и лежать под солнцем. Ну это как-то совсем банально уже. Я понимаю, что несколько дней нужно потратить и на это. Особенно если устали от темпа, все надоело. Повыключать все гаджеты. Гаджеты завалиться и ходить только в буфет завалился. В буфет завалился. Первое время. Ну да, кому-то даже этого не понадобится. Потому что смена трудовой деятельности. Жить любопытно. Жить ради любопытства даже стоит. Да. Я хочу вам сказать, что я на пирамидах была вот только три раза. И каждый раз я воспринимала это по-разному действительно. Потому что едешь в одном настроении, в другое время года. То есть даже на те же пирамиды можно ездить несколько раз. Ну да, я всего 40 раз была в Египте, я еще не все видела. Да, что-то вроде этого. Ну а теперь к нашим отелям. Давайте про отели. Так, у нас есть время на это, потому что мы потом прервемся где-то, я так понимаю, в середине отелей. Ну давайте. Ну я очень быстро. Хорошо. Хаят Реджинси – это мировая цепочка, о которой мы уже говорили. Таких отелей много у нас в Шерм-Аль-Шехе. Я думаю, что по фотографиям вы уже видите, что это роскошный отель, шикарный. Территория – это ботанический сад, очень ухоженная. Качественный номерной фонд. Ну и не забываем, конечно, о менеджменте Хаят. То есть это высокий уровень сервиса, отличное питание. Концепция питания у нас здесь – завтраки, завтраки-ужины и завтрак-обед-ужин. Потому что для Хаята очень важно придерживаться именно этих стандартов. Не забываем все-таки, что когда отель переходит на all-inclusive, немножко как бы сервис может страдать. Конечно. То есть не без этого, потому что это all-inclusive. Хаят все-таки придерживается такой концепции питания. Чтобы не ронять себя в глазах туриста. Да, это важно. Вполне логично. И пляж, понтон буквально 50 метров, богатый коралловый риф, очень разнообразный. Для любителей дайвинга также можно выбирать. Для спокойного отдыха, размеренного, для взыскательных клиентов я бы рекомендовала именно Хаят. Поэтому выбирайте, кто хочет просто отдохнуть, насладиться морем, тишиной и хорошим сервисом. В первую очередь, я думаю, что стоит рекомендовать Хаят. Отметили себе. Следующий отель – один из самых любимых, популярных отелей. Вот здесь я, конечно, в пользу all-inclusive скажу. Новотель Бич – это первая линия. Он расположен в центре Наама Бэй. То есть, это центр курорта и центр Наама Бэй. Вокруг веселье, дискотеки. Можно выйти прогуляться, можно сделать шопинг. В Новотеле высокий уровень сервиса. Компактная территория, потому что это центр города. Естественно, там не позволяет им быть очень большие территории. И новинка сезона, то, что многие ждали. Часто боятся, конечно же, выбирать отели, особенно в центре, без all-inclusive. Новинка этого сезона – Новотель Бич стал работать на all-inclusive. Я уверена, что сервисы все-таки будут. Не выдержали конкуренции. Но я думаю, что Новотель это не испортит. Я этот отель люблю с самых первых дней работы в туризме. Знаете, когда отель – минимализм, но все очень качественно. Но мы об этом узнаем, потому что в том числе и этот отель наши мониторят. Вот сейчас наша съемочная группа в Египте. И они привезут и видео, и собственные впечатления. А вы знаете, что экспертов мы туда послали 24 человека. Так что отчет будет качественным. Мы обязательно познакомим. И с вот этим нововведением, я думаю, они тоже что-нибудь про него расскажут. Пляж Песчаный, кораллового рифа нет, поэтому стоит рекомендовать и для семейного отдыха, для людей, которые не умеют плавать, которые любят all-inclusive. Пожалуйста, высокий уровень сервиса – это Novotel Beach. Для парного молодежного отдыха, я думаю, что теперь, когда уже добавили all-inclusive, в этом отеле есть все. Поэтому, пожалуйста, путешествуйте, выбирайте. И хочу вам сказать, что очень привлекательная цена. Novotel всегда был недешевым отелем, работая при этом на фуллборде. Сейчас, работая на all-inclusive, он практически стоит точно так же, как на фуллборде. Фуллборд уточню, это завтрак, обед и ужин. Ну, и Рикса Шарм-Аль-Шейх. Мы все-таки, ну, не можем не вспомнить про Турцию, мы о ней уже вспоминали, да? Я приписываю Рикса, сразу вспоминаю, Максим Ашкилеву, он обожает эту сеть. Я тоже очень люблю и тоже очень люблю Турцию, тоже могу очень много хорошего сказать, но сейчас говорим о Шарм-Аль-Шейхе. Рикса Шарм-Аль-Шейхе – это турецкая гостиничная сеть. Какие мы получаем плюсы, что именно приоритетно для такой сети в Турции, все мы знаем. Внимание детям. Это огромный мини-клуб, где можно оставить ребенка с утра до вечера. Все-таки египетские отели не всегда работают так, то есть, они работают где-то с 12 до 5 вечера. В Рикса все же, вы можете оставлять ребенка круглосуточно, круглогодично, поэтому и дети оттуда уходить не хотят. Есть также горки для самых маленьких детей, качественный номерной фонд, очень большая зеленая территория, разнообразное питание, сервис. И еще хотела уточнить такой момент. Все мы знаем не только про All-Inclusive, а еще и про Ультра All-Inclusive. К сожалению, в Египте в связи с законодательством там очень дорого возить напитки иностранного производства. Да. Не многие отели могут себе это позволить. А внутренние у них в общем-то, как это в простонародье, такой же шмурдяк. Да, ну потому что они не пьющие. Они не пьющие, они не умеют это делать, какой из них спрос в общем-то. Да, да, то есть они сделали, хотите вино, пожалуйста. Я это делаю, но я сам это никогда не пробую. Да. Ну как, что же требует-то от человека, это вообще непонятно, что он наделал. Да, поэтому, а вот Риксос, он отличается именно этим, для них очень важно, чтобы, так как они работают в Турции на Ультра All-Inclusive, так они будут работать в Египте. Именно в Риксосе есть напитки иностранного производства. Сразу вам не буду говорить, какие они, разнообразные бывают, там в зависимости, как завозят, но такие основные, как Бейлис, Мартини, Виски, все это присутствует, поэтому Риксос очень часто из этого выбирает. Я также хочу обратить ваше внимание, что когда вы видите в отеле Ультра All-Inclusive в Египте, пусть это будет не Риксос, какой-то другой отель, скорее всего, что там напитков иностранного производства не будет. То есть это какая-то дополнительная концепция, там бесплатная стирка, 15 минут массажа, там обучающих курс дайвинга, но не напитки. Поэтому, пожалуйста, уточняйте у менеджера турагентств, что именно входит в концепцию Ультра All-Inclusive. То есть если вы не можете обойтись без привычного хорошего алкоголя, выбирая хороший отель, естественно, вы рассчитываете, что получите то, что привыкли пить, да? Да. Нужно об этом задуматься, выбирая отель. И нужно об этом задуматься в Дьюти Фри. Да, согласен. полностью согласен с этим дополнением. Поэтому на Дьюти Фри нам поможет в этом вопросе. Большой мини-клуб, о котором я сказала, радость для детей и для родителей, конечно же. И рекомендуем Риксус для взыскательных клиентов абсолютно для всех туристов, потому что я не могу сказать, что это только для молодежи, потому что он и тусовочный, и веселый, дискотеки там есть. Да, ну вот они пытаются как-то включить в себя все объятнее объятно. И у них получается. Получается. Да, потому что это Риксус. Ну и следующий отель это Nubian Village. Также первая береговая линия, очень зеленая территория у отеля, есть аквапарк, три горки, но там они как бы для и маленьких детей подходят, то есть там есть несколько горок и для взрослых. Активная анимация в Nubian Village, есть полоса мелководия, что, кстати, хорошо для детей, то есть когда они могут зайти, пасочки полепить. То есть там даже не нужно родителям следить, сильно просто смотреть, наблюдать за ребенком, потому что он точно не может отступиться. Да, там такая получка, когда даже совсем маленькому ребенку там она начинается ему по колено. Да, да, то есть он не может отступиться, где-то уйти под воду, потому что там везде мелко, и он себе занимается своими делами. Строить замки и пасочки. Изписка, которые мы тоже строим, но у нас это приходит... Ну ладно, я не буду об этом. Поэтому Nubian Village рекомендуем для семейного отдыха. Для молодежи, я думаю, нет, скорее всего, потому что он расположен далековато от центра. Если есть желание, конечно, можно поехать, кто не посещает дискотеки, просто хочет популярен. Никого не напрягают дети, которых еще собственных там, допустим, не завели. Да, да. Поэтому можно, можно всем, конечно же. Посмотреть на счастливые семьи, у которых уже есть дети. Уже ездите, да. Да, и активно принять участие. Ну, да. И следующий отель, который расположен в этом же районе, это Nubian Village, это The Clipatra Luxury Resort. Наш любимый отель с компанией TestTour, с которым мы очень тесно сотрудничаем. Расположен он на первой береговой линии. Ну и тут пометка Luxury. Да, с большой зеленой территорией. Опять-таки, с очень хорошим номерным фондом. Большие номера, очень качественные. Разнообразное питание. И есть небольшое мелководие, но тем не менее, есть понтон, по которому можно спуститься и опять-таки наблюдать за красивым коралловым рифом. Клеопатру Luxury мы рекомендуем для взыскательных клиентов, для взыскательных туристов. По очень доступной цене. Для взыскательных, но по доступной. Но по доступной цене. Ну и вот. Завершаем наш рассказ. Я очень быстро, я не хотела... Завершила первую половинку нашего рассказа. Да, не хотела прерывать именно на отельной базе. Рассказала в основном о тех отелях, которые мы рекомендуем. Разноплановые отели у нас в центре есть, и для детей, и с напитками иностранного производства. Это наша первая часть. Шарм-эль-Шейх, да? Мы уже завершаем. Да, дальше мы будем говорить о Хургаде, правильно? Правильно. Отлично. Ну, по Шарм-эль-Шейху я не знаю, я-то итоги подводить не буду. Тем более, какие можно подводить итоги по Шарм-эль-Шейху все только начинается. И в этом году в том числе, потому что сейчас вот оно все плотнее и плотнее, оно нас накатывает Египет. Надо ехать, надо ехать. Удержаться бы мне еще в этом году. Не знаю, как получится. Я думаю, в следующие полчаса мы над этим поработаем. Окей, договорились. Ну и с вами тоже поработаем над тем, что выбрать в Шарм-эль-Шейхе. Вы можете уже начинать думать. Ну, а о втором, интересном побережье, оно более семейное, конечно, но тоже очень важное и очень традиционное для Египта. Мы поговорим в следующем часе.